Украинцы и армяне, как никто, это понимают и причем, к сожалению, понимают это на своей шкуре, потому что украинцы и армяне борются буквально за одни и те же ценности против одного и того же врага. Тем временем в Ереване прошла акция в поддержку спецоперации на Украине. Ее участники собрались в центре столицы Армении и прошли к российскому посольству. Люди несли флаги и наших государств, знамя победы и объемные буквы Z и V, ставшие символом наших военных, которые защищают жителей Донбасса. Собравшись и говорили, что мы вместе воевали против нацизма и сейчас также должны единым фронтом выступить против его последователей, защитить нашу самобытность, традиции и веру. Заруби себе на носу, Путин весь мир на лопаты поставит. Когда они оскорбляют Путину, наших российских правительств, это оскорбляет лично мне, мою семью. Я не привык смотреть, чтобы кто-то оскорбляет мою семью. Так что, мужики, думайте, это наша родина, мы должны ее защищать. Как наши деды сказали, за родину, за Сталина. А мы должны повторять, за Россию, за Путину. Давайте, мужики. Можно, пожалуйста, мне выкатить объяснительную, так сказать, ситуацию по этому поводу? Путин весь мир в Аркезавич Авакян и брат Кевол Аркезавич Авакян. Приветствуем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и глава Чеченской республики Ранзама Ахматовича Кадерова. Мы с друзьями поддерживаем Россию и желаем скорейшей победы в Украине за освобожденную свободу Танасской Народной Республики и Луганской Народной Республики, так и в Нагорном Карабахе, в нашем Арцахе. Спасибо, Владимир Владимирович. Слава победу! Слава России! Слава Аркезавичу! Что за логическая несостыковка? Можно, пожалуйста, мне объяснить эту ситуацию? Я Данилян Давид Бегенович. Позвольный у меня душман. Нахожу в Украине. Воюем с сатанизмом. Мы, русские народы, я так знаю, когда армяне и россияне вместе, по-любому победа за нами. Мы победим. Это сатанизм. Я русский армянин. Мой позвонок НРД едет в Москву. Представляю там Крестоносное освободительное движение, общественная организация. Мы здесь по просьбе нашего лидера Артур Иониковича Асатаяна. Я там в трех войнах участвовал. В 90-е годы, 2016-2020 годы. В трех войнах участвовал я там. Два раза раненый был. Вот знаете, вот Карабахская война и здешняя война тоже сами. Потому что мы воюем против тоже врагов. И там сатанисты собирались, и здесь собирались. Здесь тоже мы. Вот матушка Россия воюет против сатанистов. Все сатанисты в мире собирались. И вот эта война, религиозная война, но это война не между мусульманами, христианами, не между юдизмом, буддизмом. Это война между сатанистами и Божьей заповедью. Вот в Европе сейчас какие государства? Все лесбиянки и гомосексуалисты. Вот они собрались, хотят разрушить насыщенную матушку Россию, вот чтобы здесь тоже было такое государство, как у них. Позывной палач. Я из Армении. Человек из Армении. А что вы делаете на Донбасс приехать? Ну, в 90-х, что эти бандеровцы делали у нас в Карабахе? Помогали Азербайджану снайперы, их нелетчики, бомбили наши города, убили мирных населений. Вот приехал сюда мстить. Хочу получить гражданство Донецкой Народной Республики. Они держат нищете своих граждан, а также устраивают буквально войны против своих соседей, которые просто хотят жить свободно, экономически независимо, стабильно. И сам Азербайджан, по сути, является просто инструментом в руках России. Я не могу назвать этих людей, которые сейчас выходят и говорят, что они за Украину и слава Украине. Я не могу их назвать армянами. По меньшей мере, это тоже украинские нацисты. Они не помнят о том, что в первую войну за освобождение Нагорного Карабаха столько наемников, сколько дала Украина, может быть, только турки дали больше. И летчики украинские, над Степанакиртом сбитые, и снайперы, и снайперсы, и не только это. Я уж не говорю о том, что они ремонтировали всю военную технику для наших врагов. На протяжении десятилетий, не то что один раз, а на протяжении десятилетий, поставляли это оружие. Да хотя бы вспомните эти странные и радостные баннеры. «Карабах, Ца, Азербайджан». Этого достаточно, чтобы истинный армянин никогда не стоял на стороне этих украинцев.